Долгов у управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями больше не будет. В сентября текущего года Ниньский округ перейдет на единую расчетную систему за услуги ЖКХ. О новшествах расскажет Ирина Цепитова. Необходимость в корне изменить ситуацию оседания денег в карманах управляющих компаний назрела уже давно. Особенно в свете последних событий, когда управляющие организации задолжали ПОКИТС за ресурсы порядка 300 миллионов рублей. Самый большой долг на сегодня у службы заказчика. Они попросту не заплатили ПОКУ 193 миллиона. Ситуация усугубляется тем, что компании-должники сегодня признаны банкротами и фактически возвращать долги уже некому. Навсегда покончить с неплатежами за ресурсы поможет единая информационно-расчетная система. С целью недопущения управляющими компаниями пользования деньгами ресурсоснабжающих компаний внедряем единую информационно-расчетную систему, которая будет позволять расщеплять платежи на уровне банка. И денежные средства будут уходить непосредственно всем участникам рынка в равных пропорциях, в равных долях. Внедрением единой расчетной системы займется некоммерческая организация «Фонд содействия реформированию ЖКХ». По мнению специалистов, она здорово облегчит жизни ресурсникам и управляющим организациям. А самое главное – убережет всю систему ЖКХ от многомиллионных долгов. Через автоматизированную систему УК и ТСЖ будут начислять платежи за жилищно-коммунальные услуги. Но впредь денежные средства жителей за пользование теплом светом пойдут не через управляющая организация, а напрямую ресурсникам. Планируется, что граждане будут получать единый платежный документ, в котором будут указаны все их затраты как на содержание жилья, на капремонт, на все коммунальные услуги, в том числе электроэнергию и газ. Для граждан это будет гораздо удобнее. Через единую информационно-расчетную систему при взаимодействии с органами соцзащиты отдельным категориям граждан будут начисляться льготы. А при желании любой житель сможет зайти в личный кабинет и отследить свои платежи за ЖКУ. Внедрение единой системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги запланировано на сентябрь.